Эээ, Кирай, да, связи. Вы ждали, вы обсуждали, вы негодовали. И вот он, я, тот самый прежний я. Хотя на самом деле речь идет не обо мне, а о новом коллекционном танке Super Conqueror. Блин, на самом деле спасибо за то, что не разбежались. За это время я был в небольшом путешествии на Ближний Север. О нем я подробно рассказываю в своем инстаграме. Так что, если тебя возбуждает это... То милости прошу ко мне в блог. Ну а сейчас я вам расскажу, что же за ожидаемый такой зверь, этот Super Conor. Погнали! Так, вокруг него стоял такой ажиотаж, что вчера я трясущимися руками. Как у алкаша бросился выкатывать его после стрима в надежде понагибать белостатных засранцев. И получить неимоверный кайф от этой расхваленной тачки. Но что-то как-то за два часа игры я так и не понял. За что его все боготворят? Первое, что сразу насторожило, это КД. Восемь с половиной секунды. Не то чтобы это много. Отнюдь. Те же ИСы при схожей Альфе КДшится на две-три секунды дольше. Так что проходили, привыкли. Но это, черт побери, медленнее, чем у других ТТ Британии. От которых ты как раз таки ожидаешь точности, ДПМа и максимальной комфортности в стрельбе. Да, это всего одна секунда, которая отделяет от показателей Чифтейна. Но для Блицовского боя это является вечностью. В итоге, конечно же, подобное отставание сказалось и на ДПМе. Среди всех ТТ Британии, повторяюсь, Британии, хоть их и не так много, но ДПМ супер коня не такой уж и супер и на 300 единиц меньше, чем у Чифтейна. Окей, окей, окей. Быть может, это сбалансировано в рамках брони. О ней мы поговорим позже. Пока речь идет об орудии, которое продолжает, к сожалению, расстраивать. 3,8 секунды скорость сведения. Если не брать в расчет Бабаху, то это самое долгое сведение среди всей британской техники. При этом у орудия супер коня чудовищный разброс в 358 тысячных на сотню. Эммм. В ЭГ ради чего-то просто забрали всю основную отличительную фишку британских стволов и дали коню что-то даже не второсортное. Все равно, что в Майбах поставить двигатель от Жигули. А че? Ездит ведь. Главное, что в комфорте. Спасибо, что вы хотя бы не тронули пробой и УВНы. Нет, не подумайте, что орудие у танка плохое. Отнюдь, на фоне тяжей других наций оно даже шикарное. Ну просто для британских ТТ оно реально фу-фу-фу. Оно точно не даст привычной отдачи. Именно это и расстраивает. Как будто в любимом ресторане сменили повара и ваше привычное блюдо подают с другими ингредиентами. Это очень расстраивает. Окей, переходим к броне. Быть может, она оправдает ожидания. Ясно. Если смотреть в показатели, то наш суперконь настоящий битюк. Ну а если смотреть на него в прицел, то классический британский картон. Да, у него есть броня во лбу башни. Аж целых 258 миллиметров. Ну а у какого англичанина ее нет? У ФВ 254, а у Чифтейна вообще все 350. При этом борта и корма чуть толще пластикового каноэ. Да, коню еще накинули пару миллиметров во лбу корпуса и дали экраны по бортам. Но ради этих улучшений так нерфить орудие. Явный перебор. Более того, эти дополнительные миллиметры серьезно повлияли на маневренность. Максимальная скорость, как у нас, составляет 36 км в час, а вращение корпуса 33 градуса в секунду. Это реально тошные показатели. И тут он просто в пух и прах проигрывает Чифтейну. То есть, по факту, самый ожидаемый танк последних двух патчей, который обсуждали где только можно обсуждать, строили теории и говорили, что он порвет все тяжи, оказался совершенно не таким, каким хотелось бы. Как говорится, не так страшен черт, как его молюют. Нет, конечно, он неплох. От позиций на нем прекрасно можно отыгрывать, набивая 3-4 тысячи урона. Переднее расположение башни, хорошая лобовая броня и УВНы. Все есть. Но ох уж эти ожидания. Я прям хотел мощного конкурента Чифтейну, но увы и ах. Скорее всего, это фиаско. Ах да, чуть не забыл, ведь это очень важный момент. Просто привычка осталась старого блица, что игра на десятках это только минус, но никак не фарм. Супер конь, в отличие от Чифа, еще и не фармит. Минимум на 25-30к Чиф вывозит больше, хотя я не уверен, что конь должен вообще фармить. Все-таки он синий танк, а не золотой. За бой в 3-3,5 тысячи дамага вы получите 30-45 тысяч серебра, что, конечно же, неплохо, ведь не минус, но и не подойдет для стабильного пополнения ангара. В итоге я расстроен. Супер конь не оправдал мои ожидания, хотя в целом он выиграет у многих на своем уровне. По сути, достойный десятка. Не то, что там какая-то китайская ваза. Но британского кайфа он вам не доставит. Что ж, родные мои, рад вас снова видеть в комментариях, го обсуждать новинку. Не забывайте поддерживать генераля лайком и подпиской на канал, а также загляни ко мне в инстаграм. Если ты любишь природу, то тебе точно понравится. Что ж, увидимся завтра в новом видео. Теперь они будут регулярно и часто, так как я освободился. Поэтому надолго не прощаемся. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok